привет друзья ну что шокирующая тема если честно то что обнародовал сегодня анатолий шарии у себя на канале что зеленским видеоролик вот ссылка здесь я ставлю его кликните посмотрите если вы не смотрели также хочу напомнить что год назад на пресс-конференция которая давалась вместе с ганчурюком нефеодовым богданом все политические трупы все уже в небытие но все же там минутный ролик давайте мы его вместе посмотрим и сейчас я к вам вернусь потому что люди которые собрались в этом помещении на баку крашендасты как структуру этой программе конечно не больше ну конечно никто не подключает и мы видим как выглядит такая бизнес модель люди которая едет и это порожный транспорт ну когда ты едешь то есть это как структура цивилизация воля в каких-то местах я вкормлю еще навести статутный порядок влад в Чернавитаме припинить контрманды можно на протязи максимум двух-трех месяцев если будет работать в Одессе это тоже операция за допомогою сучасных технических способов и так просто вы видите не всем это интересно коллеги там вас кто выступал знаете я до работы на держслужбе я 10 лет был в инвестиционном банке я там 15 лет в университете ла-бла-бла все рассказывают на самом деле все таки самим мы шедесенько договоримся не с ним так сами там видите как ведет себя президент он ведет себя очень странно ведет себя неадекватно ведет себя как-то ну мягко говоря очень необычно ты такое а Петре Алексееве говорили что он устал Боря тоже Ельцин был уставший в самолетах был уставший и стрессы и все его прикрывали с утра до вечера все мы знаем что Ельцин был алкоголиком и это от нас уже никто не скрывает и уже как данность ну Ельцина с нами уже нету это время прошлое но Владимир Зеленский то с нами то что я увидел в Кропивницком ну мягко сказать вызывает удивление вызывает ну вот здесь вот смотрите его несвязанную речь то есть во первых говорит вот как так то есть смотрим я швиденько давай да доброго дня шановные коллеги коротенько про результата проекта великое строительство на Кировоградщине начинаем с дорог державного значения основные проекты на цей рік в Кировоградской области это трасса Н-23 мы полностью будуемо вона уже ремонтуются по по всей делянке яка проходить по Кировоградской области уже моё место хочу зайняти не я просто я теки я вернусь я же так сбоку так трасса Н-23 полностью ремонтуются працюють по территории Кировоградской области три подрядные организации четвертая это Кировоград Кривый Риг на делянке Кропивницкий так Кривый Риг 4 ну полностью вона все будет ремонтована проезд даём уже в конце вересня завершима все асфальт асфальтные работы залишается розмитка залишается там відбийники новые и до речи саме на цей дорозе будет нова наша навігация такая европейская сучасная та яку мы презентовали нещодавно это будет одна из первых дорог яка будет полностью ее використовывать важлива дорога яку речь его не связана я повторяюсь она картава он говорит нечетко и он где-то там где-то там где-то не с нами ты я конечно не не сторонник как вы знаете теории заговора и всего остального но то что мы видим на видеокадрах мягко говоря пугает потому что ну это очень очень опасно когда человек в неадеквате и если человек болен является руководителем государства вы же понимаете что то что сделал толик шарий и выкрал анализы неизвестного человека вот этот ссылка на это видео посмотрите если вы его не видели очень интересно это как в одессе анатолий шарий сделал то что когда-то проделали в европе в парламенте журналисты зашли в общественно не в общественное в туалет и там взяли анализы мочи все смеялись над ширину и кричали что он украл какашки президента ему нахер какашки не нужны были он сделал забор мочи и обнаружил там этот он то есть я так понимаю что это реабилитационный препарат для того чтобы человек мог сойти стропы вообще это ужасно вообще это 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 настолько омерзительно что я даже не хочу напоминать как он говорил у гордона что ему стыдно будет за его поступки самому стыдно всем нам тем людям которые за него голосовали мне очень стыдно за то что я за него голосовал у меня я понимаю другого выбора не было это был шанс этот шанс мы просрали он просрал не мы мы сделали все правильно но он проснул и теперь надежда то что очнется все-таки народ и поставить его на место потому что то что творится сейчас в офисе президента то что они делают это уже какое-то действительно опыги я теперь могу объяснить почему не обращает внимание наши рельсов я могу объяснить почему его не интересуют эти люди я теперь понимаю почему его интересуют другие вещи потому что ему в ухо вот так же как вот на этом видео вы видите сейчас потому что вот как и на этом видео которое увидите сейчас кирилл тонашенко ему на ухо шепчет кто хороший то не очень вот еще кусок своей речи так ну нас сам передано в целом по всей краине мы будуемо дейсно в разы в деяких областях в десятки рази больше дорогих ниже было у будь-якому році продаж остальных 30-ти роков незалежности украины у будь-якому році у будь-якому областей это в разы в десятки рази мы этим пишем результатом хотя треба потерпеть еще это не закончено что касается кировоградщины особенно это жесть какая-то посмотрите как он оглядывается смотрит по сторонам и что-то ищет кого он там ищет каких-то таких кого что он высматривает что эти задвижения такие то есть жесть просто жесть а неудачная шутка которая ты хочешь занять мое место а что это за 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 комментарии что я здесь в действии ездила и так вот таких дорог не знаю такое впечатление что он не понял где он вообще находится потому что он несколько раз повторит крапивницкий 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 такое впечатление что он очень 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 сильно устал что у него у него упадок сил и он даже говорит с трудом и запинается когда он говорит то есть что-то такое для меня непонятно я эту пресс-конференцию и не смотрел то есть я ее пропустил потому что всю эту ерунду показуху которую делает офис президента она если честно ну не интересно вы знаете что меня еще поразило в этом видео он говорит а там собаки лают я опять очутился на 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 хуторе и где собаки гавкают лают и так далее то есть я понимаю что это нормально я понимаю что да они есть везде но это так символично ну молодец владимир ты меня порадовал классно они они вторят тебе и помогают говорить это фигелично когда смешил он просит задавайте мне вопросы мне так будет легче и вот ему задают вопрос сравнивают его с порошенко говорить но если вы сравните ну окей хорошо пусть будет так привет пора а это высказывание его о том что в каком-то в каком-то городе бы презентовали презентовали дорогу которая не была с 85 года что он говорит как они могли презентовать дорогу которую не было с 85 года я так понимаю что все съехал в лузду я говорят съехал прощай володя прощай я думаю в каком-то месте мы презентовали готовую дорогу я кое-то не было с 85 года и была очень схожая вопрос мы презентовали дорогу я не помню даже сколько она кошта на ней грабовали страну начиная с самого начала 90-х а ее не будивали с 85 и с приводу этой дороги меня запитали в принципе приблизительно такая вещь то есть то есть мы стояли на этой дороге думали питание будет самая про дорогу но мы стояли и поруч с нами стоял кто-то из депутата услуги народа и был с таким журнальчиком как у вас за команда да и питание было в принципе просе а вам не здаётся что вы занимаетесь предвиборчей кампании принципе больше про дорогу меня ничего не запитал а вопрос по как вы выбирали голову администрации его мимика бесценна ребят бесценна вот посмотрите вы видите как он кривляется как он выставляет губы и и потом видна конституции вот так вот знаете выкусите ну что приплыли это лучшее что можно было ожидать от нашего президента и если это правда то я так понимаю ну это это жесть ну хотя и вот и в болгарии было такое в канаде помните был но он же сам ушел когда когда мэра канадского помните с кокаином скандал был большой но он сам ушел восстав признался каменга он да да я признался все я болен не до лисица окей но эти же не такие эти же будут засадь до конца эти же не признаются ну и тем более если его окружение ирмак и кирилл тимошенко мэндель и все остальные в курсе и они этим живут и этим питаются то как они выпустят такую золотую рыбку птичку из рук а никак просто никак такое комментировать мне не хочется мне очень неприятно противно я думаю и вам неприятно оставляйте свои комментарии внизу спасибо вам что вы подписываетесь на меня и смотрите мои ролики мне это помогает продвигать их дальше youtube любит когда вы смотрите и комментируете можете ставить дизлайки если вам не нравится то что я делаю или ставить лайки если нравится а на сегодня пока все всем всего хорошего пись